Здравствуйте, ребята! Приглашаем вас на онлайн-экскурсию в истории созвездий. Открылась бездна звезд полна. С незапамятных времен небо привлекало к себе внимание людей. Солнце, дающий жизнь людям, животным, растениям, таинственно меняющийся лик луны, величественная красота звездного неба. Все это вызывало у наших далеких предков желание познать тайну звезд. Ребята, давайте совершим небольшое путешествие по звездному небу. Послушаем легенды о созвездиях. Внимание! Во время рассказа будут задаваться вопросы. Попробуйте ответить на них. Ответы присылайте на сайт Заволжской библиотеки. Первому приславшему ответ – приз. С давних пор люди наблюдали звездное небо и объединяли звезды в группы для ориентирования. Эти группы называются созвездиями. Сегодня на небе известно 88 созвездий. Многие из них названы в честь богов или героев. Внимание! Вопрос! Для чего люди объединяли звезды в созвездия и сколько сейчас известны созвездий? Особую группу занимает зодиакальное созвездие. Эти созвездия расположены вдоль пути годичного движения Солнца. Вместе они составляют пояс зодиака или круг зверей. Зодиакальный пояс состоит из 12 созвездий. Открывать его созвездие Овен. Овен – это созвездие, названное в честь Овна, показавшего путь богу Бахусу, когда он блуждал в Либерейской пустыне. Когда Солнце вступает в это созвездие, вся природа расцветает. Телец! У правителей Финикии была дочь Европа. По красоте она уступала только бессмертным богиням. Как-то утром Европа играла с подругами, когда с высоты Олимпа ее заметил всемогущий бог Зевс, и он был очарован красотой девушки. Он превратился в белого быка и похитил Европу. Уплыл с ней через море на остров Крит. Награду поместил дельца на небо. Близнецы! Названо в честь братьев-близнецов Троянской царевны Елены. Один из братьев получил от богов Бессмертия и поделился с другими. Оба брата так любили друг друга, что стали символом братских отношений и попали на небо. Рак! Созвездие Рака связано с одним из подвигов Геркулеса, который должен был убить Лернейскую Гейдру. Ее ядовитое дыхание уничтожало все живое, во время сражения огромный Рак пришел на помощь Гидре. За это богиня Гера, ненавидевшая Геркулеса, превратила Рака в созвездие и оставила на небе. Лев! Созвездие Льва тоже связано с одним из подвигов Геркулеса. В окрестностях города Немеи появился огромный лев. Шкура его была непробиваема для стрел. Жил он в горах, а когда спускался в долину, пожирал скот и людей. Геркулес, видя бесполезность стрел и палицы, задушил зверя могучими руками. Дева! Созвездие Девы связано с богиней-плодородией Диметрой. У Диметры была красавица-дочь Персифона. Однажды девушку похитил бог подземного царства Аид. Богиня в отчаянии стала оплакивать любимую дочку, а на месте плодородных земель образовалась пустыня. Люди и животные стали погибать от голода. Чтобы помочь им, Зевс повелел, две трети года красавица будет жить на земле, а одну треть должна возвращаться к своему мужу Аиду. Так появился миф о смене времен года. Внимание! Вопрос! Как богиня-плодородия Диметра повлияла на смену времен года? Весы. С происхождением этого созвездия связывают миф о богине Фемиде. Фемида хранила законность на Олимпе. Она изображается с повязкой на глазах, с мечом и весами в руках. Это единственное зодиакальное созвездие, которое представляет собой неодушевленный предмет. Скорпион. Мифология связывает созвездие Скорпиона с трагической гибелью Фаэтона, сына Солнца. Однажды Фаэтон мчался по небу, управляя окненной колесницей отца. Внезапно перед ним возник огромный Скорпион. Юноша испугался и выпустил из рук поводья. Колесница понеслась к земле, сжигая все на своем пути. Зевс разбил молнией огненную колесницу. Фаэтон погиб, а Скорпион был вознесен на небо. Внимание! Вопрос! Кто такой Фаэтон? Стрелец. Название созвездия связано с легендарным кентавром Хероном. Греческие мифы всегда изображали кентавров грубыми и неотесанными. Исключением является Херон. Мудрый и благожелательный. Он слух хорошим целителем, но на созвездии он изображается с луком и стрелой. Козерог. Согласно легенде, это созвездие представляет бога Пана. Он помогал Зевсу бороться с титанами. Пан дал Зевсу морской рог, который помог победить титана. В награду Зевс поместил его на небо в виде полукозла-полурыбы, чтобы отметить его причастность к морю. Водолей. Греки думали, что водолей – это Зевс, вьющий в воду жизни. Когда солнце проходит по созвездию водолея, наступает дождливый сезон. Рыбы. Созвездие представляет последний знак зодиака. Лучше всего наблюдается на осеннем небе. Это созвездие всегда обозначалось в виде двух рыб, и название его связано с дневной легендой. Венера и Купидон, спасаясь от преследования титанов, превратились на небе в двух рыб, связанных лентой. Внимание, вопрос. Сколько знаков зодиака вы знаете? Перечислите их. Легенды о созвездиях живут уже много столетий, и кажется, что так будет всегда. Но все в мире меняется. На небе могут появиться новые звезды, которые также объединят созвездия. Люди захотят вековичь звезды для своих потомков и назовут их уже нашими именами. Кто заинтересовался занимательным рассказом о звездах, приглашаем в нашу библиотеку. Здесь вы найдете много интересных книг о нашей Вселенной, о планетах и созвездиях, о Солнце и Луне, и о других галактиках. Спасибо за внимание!